Это программа Актуальный разговор, с вами Айнур Зинатурин, здравствуйте! Тема на сегодня – регистрация дронов. Телефон на прямом эфире прежний 8 800 532 55 и 511 99 66. И сегодня у нас в гостях эксперт по этой теме – это Алексей Галютин, режиссер-постановщик. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте! Алексей, вообще расскажите, что такое дроны, как вот простыми словами? Дроны или квадрокоптер – это летательный аппарат, беспилотный летательный аппарат, который управляется с помощью человека, пилота, Земли. И позволяет мне в данном случае снимать для роликов, для фильмов, для каких-то таких целей, использовать его на видео. А как вообще, как давно вы используете дроны именно в своей работе? Я примерно где-то 4 года использую. Начинал все там сначала с самосборных, потом пошли более такие уже упрощенные модели. И понемногу, понемногу, вот до сегодняшнего дня так до сих пор и занимаюсь. Интерес есть съемкам. Ну, эти дроны, они, по-моему, стали популярны, может быть, только до года 2, да? Вы уже 4 года пользуетесь этим. Нет? Или просто сказать, массовую популярность приобрело? Это массовую, да, совершенно верно. Массовую популярность привело. Для меня 4 года назад это было инструментом для выполнения задачи, опять же, повторюсь, для производства фильмов, роликов. Вот, и для меня это было неотъемлемо участие, вот, показать масштабы, структуру там в своих роликах. Вот, сейчас же это многие используют, я знаю, просто, ну, как игрушку там, на даче полетать, просто в городе там полетать, там. Вот, ну, многие не ставят профессиональной задачей, просто как игрушку. Давайте вот еще раз перечислим для наших телезрителей, где именно применяются дроны. Это, получается, для съемок, ну, вот, как видеооператоры используют, да, где вот еще, возможно, для каких-то, там, государственных задач. Есть малые, ну, малые беспилотные летательные аппараты, такие вот, как, например, у меня, они как раз, да, используются, опять скажу, повторюсь, для фильмов, для производства роликов и так далее. Есть дроны более большие, они летают, там, по 5-6 часов с помощью, там, специальных, там, устройств, с помощью специальных камер. Они могут отслеживать незаконные врезки, например, в нефтегазовых трубах, утечки, те же самые. Вот, то есть, они, ну, устраивают... Поиск людей, например, потерявшихся. Да, да, поиск людей, пожары, очаги пожаров, также доставка, есть, ну, доставка дронами лекарств, например, в труднодоступные места. То есть, на самом деле, очень много где используется. Сейчас есть, у нас очень распространено занятие, гонки дронами используется. Да, да, да. Вот, то есть, это очень интересное, тоже увлекательное, такая, спортивное занятие, уже чемпионат проводится во всем мире. Это, ну, прям, ну, смотришь иногда в соцсетях, очень красивые вещи они делают, там, с препятствиями пролетают. И также это, ну, авиамоделизм, то есть, как хобби используется. Я знаю, вот у меня коллега, у него дети занимаются от 7 до 8 лет. То есть, они уже в 7-8 лет, они могут собрать небольшой самолет или вертолет и запустить его в небо. Алексей, вот у нас сегодня тема, тема регистрации дронов, да? Вот какие проблемы все-таки возникают именно с регистрацией дронов, потому что я знаю, там огромную массу документов надо собрать. Да, ну, во-первых, сначала просто скажу, какие нужны структуры пройти. Прежде чем вообще, ну, для полного понимания картинки. Это нужна Росгвардия, согласование, ой, уведомление в Росгвардии, уведомление в МФД, согласование с ФСБ, стат аэронавигации, в данном случае в нашем, в Самару надо обращение посылать. И разрешение от комитета по транспорту местному. И сколько на это времени уходит? И все это до 17 рабочих дней уходит. То есть, вы понимаете, да, если у меня, ну, съемки мы там планируем, фильм, то есть мы даже иногда и завтра, и послезавтра не можем предположить, какая у нас может быть погода. Вот, может быть дождь, и съемки могут отмениться. А за 17 дней это, ну, просто нереально планируют такие съемки. А вы хоть раз проходили вот эти все пять кругов? Честно, бывало проходило, но и то это с помощью, было администрации города, там, с помощью мэрии города, да, проходили, потому что, ну, съемки были, ну, достаточно, там, ну, сложно. Государственной важности. Да, государственной важности, вот. И, а так, в основном, ну, это единицы, я знаю, то, что тоже вместе со мной проходили это, и в основном тоже это были, ну, представители власти, то есть, там, та же полиция, там, МЧС, вот, да, они как бы все проходили. Все остальное, ну, как бы, просто нереально. Когда открываешь регламент, ты начинаешь проходить, что нужно для этого, там, страховку. На сегодняшний день ни одна в Казани компания не осуществляет страховку, они просто отказываются. То есть, правильно я понимаю, что написали закон, где нужно страховать, а где страховать, неизвестно? Да, не то, что даже неизвестно, они просто, ну, отказываются страховать, ну, страховые компании. А почему отказываются? Ну, они мотивируют тем, то, что просто они не знают, что это такое. То есть, они не знают, что такое дроны? Да, то есть у них нет как бы тоже либо предписания, либо каких-то нормативов по именно дронам. Вот они знают, например, машину, да, у них есть там, как это нужно себе регистрировать, ой, как страховать себе можно это. Вот, а по поводу дрона у них нет никаких там ни предписаний, ничего. А как давно этот закон вышел? Вот как давно вы уже с этой проблемой живете? Ну, вообще, закон, если я не ошибаюсь, 2010 года вообще, а просто новые поправки вышли в прошлом 2016 году, как раз-таки, где еще говорится обязательная регистрация коптера. И опять же, тут есть проволочка в законе, даже не в законе, то есть об регламенте. То есть в регламенте я должен пойти зарегистрировать коптер весом от 250 грамм до 30 килограмм. Вот, но опять же, нет ни одной структуры, кто может осуществить эту регистрацию. То есть его написали, но до сих пор не разработали. Как можно осуществить регистрацию и кто будет это делать? То есть если вы сейчас продолжаете работать, осуществлять свой деятельность, то есть вы, я правильно понимаю, что вы летаете как бы нелегально, незаконно? Совершенно верно. То есть, да, я и мои коллеги по факту летаем незаконно. А сколько штраф? Штраф от 3 до 5 тысяч рублей пока. За один факт, да, получается? Да. Нарушение воздушных. А сколько вообще таких людей, которые профессионально используют дроны в Казани и возможно, ну в целом, у кого у физических лиц возможно дроны есть? В соцсетях у нас есть группа своя, есть также чат. Постоянно мы общаемся, у нас в казанских ребят около 50 человек, кто занимается коммерческой, профессиональной там съемкой. Также есть туда и приходят сейчас люди, которые просто для себя покупают. Просто нам интересно полетать. То есть они начинают понимать то, что во многих местах просто очень нежелательно залетать. Потому что это там не только могут просто поругать законным, но может как-то еще хуже обернуться для них. Поэтому они, да, приходят, они интересуются. То есть есть такие люди, которым не безразличны. Но в основном те, кто покупают просто для себя, им, конечно же, это все безразлично. Они говорят. Давайте, как раз, ведущий телезритель. Допустим, я купил дрон, вышел во двор, его включил, он полетел наверх. Где вот тот момент, где я нарушаю закон? То есть где я не имею права вот именно летать с дроном? Возможно, государственное учреждение. Вот где? Где это-то грани? Где я нарушаю, где я не нарушаю? Вообще, как вы только запустили коптер-воздух, вы уже нарушаете. Если у вас нет согласования и разрешения, если он больше 250 грамм, то вы уже нарушитель. То есть у нас не регламентирована ни высота, от которой это может и до какой-то... Просто наличие и отсутствие регистрации, да? Отсутствие регистрации и наличие вашего беспилотника в воздухе. Очень интересно. А вот в рамках Кубка конфедерации был строжайший запрет, насколько мне известно, любые полеты. Вот в этот момент были какие-то нарушения? Да. Нас собрали в мае месяце тоже представители правоохранительных органов, это аэронавигация. То есть у нас такой очень продуктивный был разговор в мае. Они нам объяснили, показали это на карте, то что с 1 июня по 4 июля будет бесполетная зона в радиусе 30 километров над городом Казани на момент Кубка конфедерации. На сегодняшний день, я точно знаю, 9 человек все-таки запускали в этот момент. Лизические или юридические лица? Я не могу сказать, потому что я не общался с этими людьми, как бы просто по сводке, зная то, что нам приносили с МВД, с Росгвардии, сказали то, что 9 человек было арестовано и скорее всего к ним применится штраф. Ну вот предприниматели это такие люди, которые все-таки неравнодушны, активны, да? А вот вы как предприниматели, как вы с вашим сообществом боретесь против этой проблемы, с этим непонятным законом? Каким образом? На сегодняшний день у нас создалась группа инициативная ребятам тоже, которые не безразличны, которые хотят получать разрешение, которые хотят законно летать, законно выполнять полеты и работать. Да, но так как мы понимаем и структуры, госструктура тоже понимает то, что не совсем закон совершенен, то есть не до конца проработан, они тоже пошли нам навстречу. То есть мы с нашей инициативной группой обратились к ним, ну как бы с помощью, чтобы вместе проработать. Мы обратились в совет по предпринимательству при Нагуманове, вот, и мы с помощью, чтобы решить, чтобы как-то оперативно получать все-таки разрешение, чтобы упростить регламент, мы хотели упростить регламент на Татарстан, вот. Чтобы в Татарстане, ну, люди, владельцы, потому что это проблема, как бы, ну, вообще по всей России, но для начала хотели взять, ну, Татарстан, потому что созванивались там с коллегами из Челново, с Нижнекамск, с Альметьевым и так далее. Проблема, как бы, ну, у всех одна и та же. Вот. И вот на сегодняшний день на базе совет предпринимателей очень много, как бы, вперед продвинулись. Мы добились того, что... Алексей, по-моему, вот 2.11 июля как раз выступали перед Рустамом Рогалеевичем, да, на расширенном совете по предпринимателю, верно? Совершенно верно. Вот как раз-таки давайте посмотрим, что Рустам Рогалеевич ответил вот на вашу вот проблему. Лучше регистрировать, чтобы они законно летали, четко понимали, чтобы угрозы они не создавали. А то, значит, когда мы будем знать, где он и как. Если там есть какие-то запретные зоны, лучше понимать, что там летать нельзя. Вам тоже это будет понятно. Поэтому давайте вот весь регламент отработаем. В электронный вид надо сделать, чтобы в одно место обратились, и сразу рассылка пошла. И по времени, чтобы каждый там дал свои... Если есть какие-то мотивы для отказа, почему отказ, чтобы объяснение было. Алексей, по-моему, а вот что не попало в эфиры? Что вот еще сказал Рустам Рогалеевич по этому вопросу? Ну, в принципе, все, что сказал, это то, что нам нужно было. Да, и там моменты по новому регламенту. То, что в регламент, да, сейчас, который для Татарстана, хотим проработать регламент, там как раз-таки будет исключаться страховка. И, ну, скорее всего, там пока не будет включаться туда регистрация, так как, ну, ее просто, ну, как бы, ну, нет нормативов, и как ее получить вообще можно. Плюс идет упрощение. Упрощение они в комитете по транспорту упростили до пяти дней, сделали в новом регламенте. Все остальные там до одного дня. Вот. Ну, скорее всего, возможно. Сейчас еще будут у нас встречи, контактные группы. То есть, ну, еще как-то будем прощать. То есть, ну, все на ходу сейчас, ну, как бы мы занимаемся. Пришло после нашего выступления 11 июля, пришло письмо сразу с Татар-Навигации. Они нам предложили очень дельное, я считаю, предложение, где мы совместно с Татар-Навигацией разграничим, где можно, где нельзя совершать полеты. То есть, мы объясним это всем своим коллегам. И от нас будут, ну, подаваться заявки, как раз-таки, где будут учитываться все эти, ну, зоны, и чтобы люди, как бы, понимали, да, тут нельзя летать, и чтобы правоохранительные органы были тоже уверены, то, что, ну, наши люди там, ну, не будут нарушать, не будут запрещать. Также это же для безопасности важно. Ну, вы остались довольны решением? На сегодняшний день, да, мы остались довольны, но очень много работы предстоит. Ну, главное, не останавливаться на достигнутом. Вот, сейчас уже, ну, началась новая работа, уже по регламенту, по упрощению, и как раз-таки вот по разметке этих зон. То есть в сухом остатке, получается, сократили до 5 дней, убрали страховку и сделали одно электронное окно, да? Я правильно понимаю? Сделают. Сделают, сделают, да. Было поручение, да, и все это сделают. Ну, да, это какое-то время займет, но хотя бы все это сдвинуло с мертвой точки. Просто до этого нас никто и не хотел не слушать. Ну, то есть, ну, есть закон, есть регламент старый, вот который надо было выполнять. Вот такие были объяснения. Но потом, когда мы поговорили, да, привели пример и так далее, мы же, ну, не просто там выходим, как говорится, баловаться там. Ну, серьезно, там, производство, там, фильмов, роликов, там, и так далее. То есть вошли в положение. Есть какая-то уже сейчас реакция, вот какие-то уже конкретные движения, именно после реакции на поручение Венихана? Да, вот опять же повторюсь, вот с Татарой навигации как раз-таки пришло письмо, где-то они очень конкретное предложение нам сделали. И очень, ну, мы считаем, очень, ну... А еще есть какие-то подвижки? Подвижки есть еще со стороны комитета по транспорту. То есть, да, они там тоже, ну, готовы свои какие-то коррективы внести. То есть, опять же, это у нас контактная группа будет с ними когда встречаться. Опять же, ну, будем все это предметно обсуждать. Сейчас пока не хочу, ну, загадывать вперед, потому что, ну, чтобы, как говорится, не сглазить. Но идет все к тому, что, да, будут облегченные разрешения, и в итоге добьемся того, чтобы, как бы, всю электронную регистрацию нам сделают, и, как бы, любой из нас может тоже по этой электронной регистрации все это получить спокойно, не выходя из дома сделать, и, как бы, все будет доходчиво и понятно. Ну, вот для вас, получается, какие положительные изменения, то есть, допустим, сейчас это очень сложно, да, а вот буквально, допустим, через год, как будет выглядеть вообще идеальная процедура регистрации? Как вот вы видите? Идеальная. Я представляю, это сайт госуслуги, захожу в окошечко, во все структуры, там, ну, которые указаны эти пять структур. Ставите галочки? Ставлю галочки, да, ну, когда забивают либо паспортные свои данные, либо там, ННН, отправляю, он сразу распределяет во все органы, и приходит ответ, там, в течение дня, там, или, там, ну, в течение полудня, там, или суток, вот, самый идеальный, как бы, вариант. Потому что это был бы идеальным, мне кажется, самый лучший вариант. Да. А как вообще сама проходила процедура подготовки? Сколько, возможно, я уверен, что не один месяц вы готовились вот к этому выступлению? Ну, или еще? Было меньше, потому что 17 июля должны были выступать, но за неделю там буквально сказали то, что переносится на 11 июля. Спросили меня, Алексей, сможешь? Я сказал, ну, смогу, попробую, постараюсь. И началась работа, я написал текст. А сколько вообще, нет, сама именно работа, именно внутри Совета? Вот как бы, вот с того момента, как вы пришли именно с проблемой, да, и до того момента, пока бы вы вышли с этой инициативой? Ну, примерно месяц был. У нас было две, а даже три встречи с Советом. Каждую неделю мы встречались. Сначала я один приехал, то пообщались, но выслушали проблему нашу. Далее, потом собрали представителей, ведомств, которые, ну, для получения разрешений, с ними пообщались, то есть, ну, выслушали их тоже мнение, наше мнение. И уже вот потом настал как раз черед подготовки именно выступления самого, написания текста и прямо подготовки выступления. Очень, ну, в этом плане я доволен работой и Совета подпринимательство. У них очень, ну, сплоченная, реально, очень крутая команда. Есть еще какие-то проблемы, которые, вот, как возможно, еще вы не успели озвучить, но вот они есть. Что-то на будущее, возможно, вот следующее обращение. Вот что вы еще видите? Ну, вот так, ну, прям, сходу сказать, на сегодняшний день нет. Потому что, ну, все наши, все наши предложения, они были взвешены, продуманы. То есть, это не только мы. Я повторюсь, у нас группа, которая, ну, занимается этим. То есть, мы совместно собираемся, продумываем, пишем предложения, отправляем. Также на встречи мы приходим с группой. Вот, то есть, ну, поддержка у нас тоже, как бы, мощная. Вот, и команда тоже. Поэтому, ну, вот, если выполнится, как бы, хотя бы, ну, там, 70-80% из того, что мы предложили, ну, я считаю, это будет уже успехом. Будет очень здорово. Да. Алексей, спасибо большое, что пришли на нашу программу. Будем рады вас видеть снова. До свидания. Спасибо вам. До свидания. Это была программа «Актуальный разговор». С вами был Айнур Зинатулин. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин.